Уважаемые товарищи, я сейчас прошу вас убрать все улыбки с лица, поскольку сейчас будет очень серьёзная вещь, значит, это лекция о здоровье. Вы что, нарочно, я говорю, убрать улыбки с лица, а вы? А то не буду лекцию читать. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами побеседуем о недуге, знаете, о котором говорить вслух Как-то не принято. Недуг этот осуществляется несколько стыдливо. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Хотя, по-моему, давно уже настала пора называть вещь своими именами. Давно пора настало откровенно поговорить о том, что ещё мешает многим людям жить. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Вот мы и поговорим сегодня с вами о взаимоотношениях, вернее, сказать, о не сложившихся взаимоотношениях между женщиной и... Так сказать, мужчины. Ну, так сказать, в нерабочее время. Условно говоря, в темноте. Понимаете, судя по письмам, недуг этот беспокоит в последнее время многих мужчин. Вот. На что почему-то жалуются женщины. Вот, например, товарищ Семёнова пишет. Мой муж, не буду называть его фамилию, прижил вчера с работы, поужинал, посмотрел телевизор, лёг. И до тех пор, пока я не уснул, рассказывал мне о производстве чугунных болванок. Кокильным способом. Вот коллективное письмо от группы девушек, проживающих в женском общежитии. Они искренне возмущены тем, какой ерунды не хватает им до большого человеческого счастья. Надеюсь, вы понимаете, что они имеют в виду. К сожалению, проблема осложняется тем, что многие мужчины стесняются обращаться к специалистам. Поскольку это область, в которой каждый мужчина считает себя большим народным умельцем. Товарищи, обращаться необходимо. И главное, никакой паники. Даже если в результате лечения у вас не восстановится то, о чём вы думаете, то, по крайней мере, вас перестанет волновать. То, что я имел в виду. Спокойной всем ночи, дорогие товарищи. Я не предполагал, что так остро. Юмор дудит сегодня. Летит зрительный звонок. Ну что, написали. Не сказав, что много. Небольшой урожай.